здравствуйте друзья вечерний вопрос мне 18 лет живу в ярославле я имею возможность пойти на платное обучение в наш местный вуз по профилю экономическая информатика преимущества этого курса на мой взгляд неплохи первое поступление сразу в два вуза наш и немецкий технологический и по окончании выдадут два диплома один наш другой европейского образца с правом поступления на магистратуру в любой европейский вуз обучение одновременно экономики и менеджменту экономики менеджменту в ярославле так в комплексе с изучением языков программирования действительно как менеджмент без тут java c++ c sharp и немецкого языка экономика и менеджмент с изучением языков программирования и немецкого языка в течение 7 8 семестра то есть это на четвертом курсе будет обучение в германии и практика на немецком предприятии в течение четырех месяцев и вот что именно я хотел спросить да вот вопрос ценятся ли специалисты данного профиля в сша не в германии туда в сша если возможность и имеет ли смысл это отдельно поступить на магистратуру в американский вуз какие могут быть перспективы да и просто очень хочется спросить вашего сайта может вообще не стоит заморачиваться и отправиться поступать в москву этот вопрос я не могу решить для себя уже целый год надеюсь вы поможете мне лучше разобраться во всех за и против так как я слишком сильно понимаю альтернативную стоимость своего выбора то есть видимо ставки высокий он хочет ладно поговорим об образовании чё же дело хорошее куда без образоваться давайте давайте друзья побеседуем значит есть несколько таких знаете когда сказать фетишей знаете когда тебе размахивают чем-то перед носом и вроде даже оно какое-то важное тебе говорят это ты не просто в наш университет поступил а как бы сразу в два сразу в два вот ты у тебя будет диплом европейского образца и вот тебе за него чего-нибудь нам перепадет ты можешь поступать значит в магистратуру в любой европейский вуз да вы и так можете поступать в магистратуру в любого европейского вуза вам ничего для этого не надо вы учитесь в аккредитованном учебном заведении если вас возьмут в магистратуру европейского вуза вы будете в ней учиться если у вас будет бумажка значит какого-то немецкого вуза не знаю какого-то давайте слово немецкий оказалось гораздо важнее чем чем ответ на вопрос а какой это был это что за вуз такой немецкий он вообще аккредитованный он вообще кроме вот ну я не знаю может там офис на два человека я не знаю что это за вуз такой давайте слово немецкий и все и вот дальше вот я не знаю ну вот все остальное уже не важно значит это не так это не так значит безусловно люди работающие в системе образования ну как бы начальники которые там есть они в силу каких-то вот изменений которые происходят системе образования превратились в таких дешевых селс персонов которые ну просто мошенничают откровенно то есть я вот видел много-много мест где говорят что вообще система образования это мошенничество фрод обещают черт знает что там профессии какие-то новые названия какие-то экономическая кибернетика мы не только тебя экономики и менеджмент учим но еще и си шарп а для чего он еще спрашивает знаете он еще спрашивает обостребованы такие специалисты в сша вот чтобы он значит в ярославле изучал значит менеджмент и экономику это серьезное дело ему еще дадут немецкий диплом непонятно какой вот и он может быть даже немецкий язык подучит и вот говорят а в америке вот ему как вообще значит здесь мы упираемся помимо такого примитивного надо сказать мошенничество рассчитанного на определенную там аудиторию молодежную неопытную не имеющую жизненного опыта вообще не понимаете что они делают и чего им очки втереть то просто и вот а родители тоже опыта нет родители вот весь опыт совершенно другом мире они вообще ничего не понимают значит и вот пожалуйста значит дальше что получается они хотят получить такую бумажечку которая дверки открывает понимаешь вот что мне будет с этим дипломом уже нет вопроса я что из себя представляю это не вопрос вопрос что мне будет с этим дипломом да ничего тебе не будет ты никому не нужен я никому не нужен ректор учебного заведения где ты учишься никому не нужен никто из нас никому не нужен со всеми нашими дипломами бумажками я не знаю ты можешь пойти сетом на принтере отпечатать об этом диплом он никому не нужен мне не настоящий нелиповый нужен человек который может работать вот вот собственно и все если есть ты и ты учился хорошо у тебя мозги развиты это труженик это интересуешься тем что ты делаешь чего сейчас нету даже близко интересы интересоваться тем что там есть нету близко очень не понимает что он собирается делать куда его там его сейчас интересует диплом его интересует получить что-то за бумажку вот он сейчас выбирает бумажку за которую больше дают вот за диплом ярославского университета там больше дадут а может быть за московский больше дадут а вот если там еще немецкий диплом какой-то, ну так, чтобы, конечно, не учиться в Германии, не дай бог, но так вот, как-то так вот в магистратуру а магистратура тебе зачем? и пошло-поехало, значит есть фундаментальная вещь не поняв которую ты всегда будешь кинутым обманутым поиметым в смысле, что тебя поимеют вот этими всеми разводилами болтушками они же не просто так болтают у них есть аудитория дезориентированная вообще в обществе, в мире вообще во всем дезориентированная аудитория и они вот этой аудитории они эту рыбу несчастную динамитом брехни своей глушат дешевый значит но почему их можно глушить? почему эта рыба такая дурная, что она вот идет туда, где динамитные шашки рвутся потому что эта рыба хочет чтобы само произошло понимаете? вот не он а вот ему как-нибудь вот так вот со стороны и чтобы значит вот, понимаешь вот что это такое получить? пришел с дипломом ушел с обломом понимаешь? никому ты не нужен запомни 18 лет запомни ты не нужен никому единственное кому ты можешь быть нужен это сам себе вот если ты сам себе нужен вот тогда начинается серьезный разговор я не говорю про родителей конечно ты нужен родителям конечно ты нужен близким людям кто там чего говорит конечно ты нужен родине тебе можно автомат на шею повесить сапоги одеть и закинуть тебя куда-нибудь где мокрое место не останется ты нужен? в этом смысле конечно ну так вот с дипломом твоим кому ты нужен? поэтому первый вопрос, который вы должны задать себе 17-летний 18-летний 16-летний 15-летний родители ваши у которых вот есть дети такие значит вы спросите себя кому он нужен этот человек если он сам себе не нужен я вам отвечу сам себе не нужен не нужен никому вот и все значит вопрос о выборе университета решится на раз если мы начнем если мы поставим всю эту проблему с головы мы ее вернем на ноги и спросим себя ты кто? ты чего хочешь в этой жизни? ты готов пахать как папа Карло? чтобы за ушами трещало? ты готов ставить цели высокие и добиваться целей высоких? да или нет? или ты хочешь чтобы тебе на блюдце приносили? на блюдце тебе не принесут но тебя поимеют к тебе придут и встанут в ряд знаете как вот в ресторане там с выносом опа-на они встали в ряд значит с выносом встанут и говорят вот а ты им только плати ты им только плати они тебе будут обещать что тебе вынесут тут и вынесут там и не надо ничего делать диплом немецкий аспирантура французская я не знаю там бабки американские там все такое и будут тебя иметь и по-русски и по-немецки и по-американски и как угодно потому что а как же тебя не иметь если тебя вообще нет ты только ищешь чтобы как-нибудь что-то такое тебе перепало без того чтобы ты был ты без того чтобы пахать без того чтобы стремиться без того чтобы глаза светились без того чтобы ну как И вот, значит, 18 ты лет, еще рано затухать, еще извержение вулкана толком не произошло, понимаете, а он уже потухший Нет, не надо такого, значит, в практическую плоскость переходим Значит, вот человек говорит, уже зацепка, да, вот я вижу зацепку, он говорит, в Америке это дело котируется Из этого мы делаем вывод, что он хочет в Америку, ему хочется жить в Америке Почему ему хочется, я не знаю, это может быть совершенно зазря, но в данном случае мы видим интерес Хорошо, смотрит наш канал, может еще каких-то блогеров смотрит, видит там дорога чистенькая, на обочине не накидан Думает, может это вот там хочу жить, ладно, сейчас я с вами разговариваю, у меня как раз слева на обочине не накидан Ну, не важно, еще не убрали Так вот, в Америку он хочет, ну хорошо Немецкий-то тебе зачем? Ты бы английский, может, как-то, я даже не знаю Но ты говоришь, вот там есть профессия, значит, экономическая, кибернетика То есть, нельзя ли это куда-нибудь пришить? Кобыль и хвост, еще один Значит, а ты спроси себя, я хочу жить в Америке, так? Что в Америке востребовано? Так, чтобы можно было приехать и по высокому стандарту И впахивать, и пользу приносить, и бабки получать По высокому стандарту, не по принципу А может там это, это, вот тфуфло тут, вот оно у меня возле дома Так может я возле дома возьму, так оно и в Америке пригодится Там, третий сорт В Америке третий сорт сильно нужен? С немецким дипломом О том, что третий сорт Значит, разве с этого начинают-то? Как попроще? Значит, спроси себя Первое, начинается с выбора профессии Ты говоришь себе, я хочу, там вот, я не знаю Чтобы у меня была профессия востребованная в Америке Раз мы про Америку, ладно Значит, что у нас сегодня востребовано? У нас востребованы, ну, безусловно, информационные технологии Программистом можно быть Тем более, ему там вроде нравится, что там C-Sharp, там, Java, туда-сюда Но учись на программиста Чего тебе на экономику с программированием? Когда, ты мог бы даже дома в Ярославле Прекрасно учиться на программиста Я не вижу проблемы Почему нельзя в Ярославле учиться просто на программиста Без всякого немецкого там, я не знаю Диплома Теперь Ты можешь учиться на физика или математика Это тоже очень востребовано Ты можешь учиться на микробиолога На химика Это тоже очень востребовано Вот все, что, вот, то, что здесь называется Science Все очень востребовано Безусловно, программисту легче на порядок Найти работу в США Это, это правда Вот такой рынок сегодня Последние 20 лет такой Значит, следующий вопрос Где тебе учиться? Значит, можно учиться в Ярославле Если речь идет не о бумажке, которую тебе дадут А о том, что у тебя в голове останется Учиться можно абсолютно всюду Тебе никто не нужен, чтобы учиться Ну, конечно, хорошо, когда ребята вокруг увлеченные Когда среда хорошая Когда там профессура мощная там и так далее Ну, кто же говорит? Но, в принципе, ты можешь в силе жить в Якутии И прекрасно учиться на программиста Вообще не выходя из дома Там по тем источникам, которые есть И так далее А тут все-таки у тебя еще и университет Но если возникает вопрос А может мне в Москву поехать? Значит, минуточку Мы говорим, горизонты расширяются Значит, он может учиться на программиста Не только в Ярославле Но и в Москве Там, на самом деле, до Москвы-то рукой подать Ну, что там, господи, от Ярославля до Москвы? Там и Питер, в принципе, недалеко Вот Слушай, значит, тогда давай смотрим на Москву Раз это вариант И я не знаю ничего про образование в Ярославле Но в Москве есть несколько университетов Выпускники которых просто по всему миру есть Я уже... Ну, можешь поступить в МГУ там на... Вот то, что раньше называлось Вычислительные математики и кибернетики Сейчас не знаю, как называется Поступи туда Не можешь туда поступить Ну, вот есть вузы как бы, да Там тройка вот эта вот Абмифиф из тех Если это не физтех Не МГУ, там не мифи Ну, послушай Но есть там нефтехимические мини-губки Но там потрясающий факультет был Всегда Значит, прикладной математики Есть Что там еще? В наше время, например, был МИИД Инженеров транспорта Там был потрясающий факультет Прикладной математики Вот они сейчас... Вот я иду по долине Вот со всех сторон И выпускники этих университетов Наверное, еще какие-то сейчас есть Более современные Которых тогда, может быть, не было Я не знаю Но Иди туда, куда тебя возьмут По максимуму Вот самое лучшее учебное заведение Куда тебя возьмут Иди туда Но самое главное Что когда тебя уже взяли В это учебное заведение Не ходи и не ной С нытьками Что плохо учат Что преподаватели не те Что там что-то еще тебе не то И все тебе не то Тебе начать Ты никому не нужен И они тебе не нужны Если они есть И от них прок какой-то Берем Если нет прока Плевать К себе требования предъявляй К себе С себя Три шкуры сдирай Понимаешь? И тогда Захочешь потом В магистратуру В любой там европейский вуз Да пожалуйста Они скажут Смотри У нас тут человек Не из Европы А из Глубокой Глубинки Какой-то Там приехал Для них Ярославль Это глубокая глубинка Вот И смотри Какой классный парень Вот это Вот это Человек Который что-то демонстрирует Находясь в глубинке К нему интересно В 10 раз больше Чем из Там допустим Я не знаю Там престижного вуза Другое дело Что из престижного вуза Там отбор более Сильный Там и Как бы Может быть даже не программа Но как бы Вся обстановка Создает лучшие условия Я не говорю Что надо учиться В захолустном вузе Я говорю Что по максимуму Бери по максимуму То что есть извне И требует по максимуму С себя То что у тебя есть И все остальное Ерунда Вообще значения Не имеет никакого Значит Ты выбрал профессию Ходовую Ты выучился по ней По максимуму Ты начал Может быть там Со второго С третьего курса Подрабатывать По этой профессии И все То есть не просто учиться А еще и подрабатывать Но в этой профессии То есть практически Такой жизненный опыт Приобретать Все Жизнь решена Все вопросы решены Немецкий диплом Си шарп С немецким языком И экономикой И менеджментом Вот Поэтому Есть рыба Которую динамитом глушит Ну потому что Это такая рыба Вот не хочешь быть Такой рыбой Значит Вот тебе план Я нарисовал Вот А хочешь быть с динамитом Иди под динамит Собери все немецкие дипломы Вот И иди в такое место И там Там с удовольствием Тебя приходуют Сегодня Знаете что С утречка Сегодня прочитал Что президент Обама Давайте Камеру на себя поверну Значит Президент Обама Но он так уже знаете Вроде Срок его к концу подходит Там конечно сейчас Большая драка Начинается с запретом Там На определенные категории граждан Чтобы они оружие покупали После событий в Орландо Тут отдельный разговор Но Вот значит Обама Планирует наезд На Какие-то дурные колледжи Которые вот там Дипломы не раздают Никому не нужные Там и так далее И так далее Вот у нас тут тоже такая проблема Ходят Лапшу на уши вешают Бабки собирают А дальше Это все никому не нужно Я не знаю там Какой бюджет У этих всех учебных заведений Какие Какие там сотни миллиардов Тратится каждый год На то чтобы пацан Пацаньо получало Вот эти дипломы Никому не нужные Коту под хвост И потом бы на уборе Там Извозом занимались А здесь то же самое Назовут красиво Понимаете А в итоге 500 тысяч айтишников Нехватка из Индии везут Четыре человека на место Конкурс Не хватает местных Нету Вот чего они там учатся Но они же не выбрали профессию Которая востребована в стране Они не так Они говорят А чтобы вот мне там не пойти И не самореализоваться В чем-нибудь таком Таком Понимаете И после этого самореализуется в пицце Или вот Uber тоже Хорошая форма самореализации Значит Мозги собрал в одно место И сказал себе Никому я не нужен Если только я не нужен самому себе То я вообще никому не нужен И все что вокруг меня происходит Это меня поиметь Потому что я Сам себе не нужен Если ты сам себе не нужен Тебя будут иметь И собственно я даже не могу посочувствовать В этом смысле Чего сочувствовать человеку Который сам себе не нужен Ну так а что же его не иметь Ну как же Такая история Счастливо